День рождения Пушкина коммунисты традиционно отмечают стихотворными чтениями. На площади великого поэта красные развернули флаги и достали книги. 215-й день рождения Александра Сергеевича – прекрасный повод вспомнить его стихи, конечно же, на политические темы. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях, эльверный рус. Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли всякнет? Вот вопрос. Господь, оставьте нас. Вы не читали, сие кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Который год, собираясь у памятного знака, коммунисты негодуют, что поэту так и не поставили добротный, качественный монумент. Большой памятник или хотя бы бюст. Власти, ссылаются коммунисты, обещали, но свои слова позабыли. У нас о памятниках разговоры, как вы, наверное, заметили, постоянно ходят. Тут и Васильевский, и Кавелин с Бурылиным, и еще кто-нибудь, и даже Аркаша Северный. А вот о Пушкине как раз в последнее время разговоров не ходят. Но я поднимаю. Также 6 июня отмечается День русского языка. И это было бы странно, рассказывают коммунисты, в стране, где русский родной язык, если бы не засели иностранных слов на вывесках и в разговорной речи. Чтение стихов современных авторов, по мнению партийцев, должно напомнить горожанам о красоте родной речи. Думайтесь, на русском языке нет иностранных слов. И вот любовь к русскому языку прививается с колыбери. Уходят от нас ветераны. Поверьте нам, искренне жаль. Все меньше вас, наших героев, на сердце, таскай, печаль. А подвигов вы не мечтали. Хотели трудом созидать. Горожане к поздравительной и одновременно протестной акции коммунистов не присоединились. Помешала жара. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.